Со 2 декабря 2019 года в России действует Ситеральный закон 426 ФЗ, расширяющий список СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами. Благодаря внесенным поправкам статус иностранного агента СМИ может быть присвоен физическим лицам. Первый закон об НКО иностранных агентах был принят еще в 2012 году. Он обязывает НКО, занимающейся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. НКО иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусмотрен серьезный штраф. Реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, опубликован на сайте Минюста. На сегодняшний день в реестр включено 10 иностранных СМИ. Например, «Голос Америки», «Крым Реали», «Телеканал Настоящее время», «Радио Свободная Европа» и прочее. Напомним, что иностранными агентами СМИ признаются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников, а также иностранные структуры без образования юридического лица. Иностранными агентами СМИ могут быть признаны теперь и физические лица, которые, первое, распространяют сообщения и материалы, которые созданы и или распространены иностранными СМИ, выполняющие функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, учрежденным таким иностранным СМИ, и или участвуют в создании указанных сообщений и материалов. Во-вторых, получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств, их органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учрежденных СМИ иностранными агентами, или получающих финансирование из-за рубежа. То есть, исходя из приведенных формулировок, иностранным агентам может быть признано любое физическое лицо, которое, например, репостит информацию в зарубежных СМИ, признанных иностранными агентами, и получает средства, деньги, имущество из-за рубежа. Сведения о таких лицах будут внесены в реестр Минюста РФ. Отметим, что в законе нет привязки к цели финансирования денежных средств и иного имущества, полученного из-за рубежа. Для признания физического лица или юридического лица СМИ иностранным агентам. Как мы видим, по расплывчивости нормы, она, скорее всего, будет применяться выборочно, например, к известным политическим блогерам. В каждом конкретном случае решение будет принимать Минюст совместно с МИД РФ. В следующем нашем видео мы поговорим о санкциях, которые могут быть применены к иностранным агентам СМИ. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних изменений.